Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться в вашей ситуации и попробуем наметить пути ее разрешения. Итак, вы пишите. В 16 лет у меня был молодой человек, который постоянно поднимал руки, и были моменты, когда он даже принял меня ногами. Мы встречались полтора года и наконец смогла от него уйти. Ну вот, здесь сразу давайте разберемся. Вы говорите, что молодой человек принимал на вас руки и даже использовал ноги в спиналах. Ага, соответственно, вы такое отношение к нему терпели. И, видимо, у вас была некая такая установка, некая такая цель терпеть подобные отношения к себе. Возникает вопрос. Ради чего? Ради чего вы подобные вещи терпели? Для чего? Что заставляло вас это делать? Терпеть подобное. Ведь понятно, что, например, мужчина делал это из-за неуважительного отношения к вам. Ну, я надеюсь, что это понятно. Но вы же позволяли это ему. Вы же ему это позволяли делать. Значит, что-то вами двигало. Либо модель поведения не совсем правильная была у вас, да и, в принципе, наверное, есть. Либо какой-то, какой-то был мотив. Мотив к тому, чтобы, значит, быть именно с этим человеком. То есть для чего-то он вам был нужен. Смотрите, вот какая-то потребность у вас, какая-то потребность была быть с ним. Какая-то потребность заставляла вас терпеть все вот это вот его поведение. Вы говорите, что я от него уезжала полтора года назад. Давайте сразу так. Вы от него ушли. Почему? Вот чем вы руководствовались, когда уходили от него? С чем вы руководствовались? Какие у вас были в тот момент мысли? Какие у вас были в тот момент переживания? О чем вы в тот момент тогда думали? Вот это очень тоже важный момент, потому что если вы ушли, значит, вы могли уйти. Если вы ушли, значит, у вас есть ресурсы для того, чтобы поступать, ну, скажем, правильно. А это значит, что вы можете все-таки действовать верно, но вам что-то это не дает, что-то вам не дает это делать. Вот что, что нужно, как раз таки и понять. Что вам не дает делать то же, что нужно. Далее вы говорите о том, что спустя год, значит, у вас пригласил другой молодой человек, который хотел быть с вами, в некоторой степени бегал за вами и ждал, когда вам исполнится, по сути дела, значит, 18 лет. И вот здесь довольно интересный, на мой взгляд, есть момент, которого вы сами, может быть, даже не замечаете. А именно, какой это момент? Момент такой, вы говорите, что, значит, мужчина вроде как за вами бегал. То есть, для вас это практически, если я ошибаюсь, для вас то, что он за вами бегал является, ну, чем-то, чем-то вроде необычного чего-то. То есть, для вас это поведение, которое, ну, вообще, выходит за рамки. Вы не ожидали того, что мужчина за вас бегал. Я прямо вот чувствую, как вы, значит, схитняетесь даже признать, что он за вами бегал. Вы говорите, что в каком-то смысле даже бегал за мной. Даже бегал за вами. А почему? Скажите, пожалуйста. Почему вы, например, считаете, что за вами бегать нельзя? Почему вы, например, считаете, что вы недостойны того, чтобы за вами бегали? Именно такая мысль у меня, начни, возникла, когда я, значит, всегда лазил сообщение, что вы не уверены в себе, что вы сомневаетесь в себе и не считаете себя, условно говоря, достойной того, чтобы мужчина за вами бегал, того, чтобы мужчина проявлял к вам, ну, скажем так, свою симпатию и так далее. Еще раз повторю, простите, пожалуйста, если я сейчас ошибаюсь. Значит, как я понял, что на 18 лет вам исполнилось, вы вместе, и вы пишите, что в какое-то время мы стали постоянно ссориться, угасаться, и также пять раз поднимало на меня руки. Оскорбения вошли в норму, и сколько бы ни пыталась вернуть прошлые отношения, не выходят. Давайте так. А с чего начались скандалы? С чего начались ссоры? Почему мы начались ссориться? После какого момента у вас начались разногласия с своим молодым человеком? Вот. Знаете, вот это вы как бы оставляете за кадром. Вы не говорите, не пишите, почему вы, значит, не, ну, не пресекли вот эту вот рукость, которая у вас началась. Ведь ее можно было пресечь, но вы этого не сделали. Почему? Спрашиваю я вас. Почему вы этого не делали? Ответ, на мой взгляд, довольно наповерностный. Потому что, во-первых, вы не умеете отстаивать свои границы, либо вы чего-то боялись, либо вот сыграла роль, опять же, не уверены в себе. Та самая, которая, ну, вот, изначально у вас была. Значит, если вы не отдаете себе отсчета в том, почему вы начали со своим молодым человеком ругаться и ссориться, если вы вот в этом себе отсчет не отдаете, то вашу проблему никак не разрешите, к сожалению. Потому что ситуация заключается в том, что, ну, вот, вам нужно это для себя понять, как можно лучше, как можно быстрее, как можно полнее, понимаете? Вот. Вы пишите, оскорбления стали нормой. Я вам верю и понимаю вас. Опять же, вопрос. Если оскорбления стали нормой, то что наставляет вас, что мешает вам, как бы, перестать эту ситуацию терпеть? Ну, вы же продолжаете ее терпеть. Значит, у вас есть какой-то мотив это делать. Далее, вот вы говорите, что моя мама против него, и я вашу маму здесь прекрасно понимаю, она действительно имеет право быть против него. Вот. Вы пишите, что мы с ним полтора года, я не могу от него уйти. Хотя и нет больше доверия к нему, но очень люблю. Значит, ну, вот здесь тоже очень важный момент. Вы говорите, я не хочу, я не хочу, не могу точно. Вы говорите, я не могу от него уйти. Это вот не совсем, опять же, правильная позиция. Для взрослого человека нет такого слова «не могу». Есть слово «не хочу» и «надо». Вот это вот довольно важный аспект. Если мы говорим о том, что вы не можете, это, по сути, самообман и снятие от себя ответственности. Если вы говорите, что любите его, но при этом терпите все его унижения, то ситуация заключается в том, что это как бы, ну, не совсем любовь. Это, скорее, знаете, это даже не то, чтобы любовь. Это именно потребность. То есть у вас потребность в том, чтобы быть с этим мужчиной. Опять же, почему? С чем связаны эти потребности? Вот вы отвечаете сами себе на вопрос «я боюсь остаться без него». Вот и давайте подумаем. А почему же вы боитесь остаться без него? Почему вы боитесь без него остаться? Что такого страшного произойдет, по вашему мнению, если вы останетесь без него? Вот по вашему мнению, что страшного произойдет? Пожалуйста, постарайтесь ответить себе сами на этот вопрос. Он очень важен, этот вопрос. Понимаете ли вы, что нельзя находиться в отношениях, испытывая страх? Понимаете ли вы, что нельзя бояться, потому что вы не свободны? Тогда боитесь. Если вы не свободны, то, по сути дела, вы не являетесь равноправным партнером в отношениях, в своих отношениях. И если вы боитесь, то ситуация становится так, что вы, по сути дела, используете молодого человека, используете его для того, чтобы получать что-нибудь для себя, чтобы получить что-нибудь для себя. Это, опять же, ну, не совсем верно. И я понимаю, что основная проблема заключается в том, что вы боитесь вот этот вот страх, страх, вы боитесь остаться без молодого человека, вы боитесь остаться без него, является основным. Основным корнем вашей проблемы. Чего именно вы боитесь? Что именно вы боитесь потерять? Вот это нужно вам для себя обязательно уяснить. Без этих моментов, без этих аспектов вы так всегда и будете зависимы от мужчины и будете позволять ему как-то вот себя, значит, унижать, там, бить и так далее. Что не является, опять же, правильным для вас, не является, опять же, верным и не является каким-либо адекватным поведением для человека, который любит себя, уважает себя и ценит. Поэтому, наоборот о том, что делать дальше, я скажу вам следующее. Работать над самооценкой, над уверенностью в себе, над принятием себя, над своей моделью женского поведения, над идеалом мужчин рядом с собой и обязательно поработать со своими потребностями. Именно потребности сейчас, на данный момент, заставляют вас действовать так, как вы действуете. То есть терпеть вот это все и не уходить от молодого человека и бояться его потерять. Бояться потерять кого-либо не нужно. Если вы боитесь потерять, то вам этот человек нужен именно для себя. И необходимо рационализировать свой страх, чтобы быть несколько более свободным и несколько более независимым. Например, рационализировать свой страх. Что это значит, рационализировать свой страх? Во-первых, представим себе, представим, что вы расстались своим молодым-молодым человеком все-таки и все это случилось. Что вы будете делать в этой ситуации? Какой будет ваш план действия? Какой у вас будет мотив поведения тогда, в тот момент? Вот. Это первое. Первое, значит, средство рационализации страх. Второе, это, подумайте, насколько страстно будет, если молодой человек от вас все-таки уйдет. Вот просто подумайте об этом. Но представьте себе, что он ушел, да, все-таки. И подумайте, вот насколько это для вас страстно? Насколько? Реально ли это страстно? Не преувеличиваете ли вы негативные последствия от того, что он уйдет? Вот. Об этом, пожалуйста, постарайтесь подумать, подумать. То есть, с одной стороны, попредственности. С другой стороны, самооценка. Ваше и более ценностное отношение к себе. А с третьей стороны, это именно вот то, чего вы боитесь, то, что вы можете потерять. Опять же, по вашему мнению. Все это такая работа над собой. И здесь нужно отдельно сказать такую вещь, что, как бы, формально ситуация может быть такая, что ваша проблема, скорее всего, кроется в детстве. То есть, это именно родители не внушили вам, что себя нужно любить. Родители не внушили вам, например, что себя нужно уважать и так далее. Понимаете? И если это действительно так, то детские родительские отношения и представления, которые вам, которые донесли до вас ваши родители, нужно так же разбирать. Потому что до тех пор, пока вы, например, вот, считаете, что именно, именно вот, родители, например, право в том, что вам, ну, донесли, именно вот пока ситуация складывается так, ну, вам будет тяжело, опять же, жить и тяжело выстраивать какие-то вот отношения здоровые именно. Вот. Но сначала это вот все-таки эти аспекты. И я бы сказал, что пока не в контексте родителей. Хотя и, безусловно, до их контекста тоже нужно будет дойти. Вот. Если вы хотите что-то исправить, это вот довольно серьезная работа с психологом. Вот. Хотите вы этим заниматься или нет, это уже решат вам. В принципе, вы можете и сами подумать, например, о том, в чем вы в себе не уверены и сформировать для себя соответствующие цели и задачи, которые помогли бы вам, ну, повысить в себе уверенность. Вот. Ну, а чтобы научиться принимать себя такой, какая вы есть, нужно для начала определить, что именно вы в себе не принимаете, чтобы потом вам получить средства для принятия в себе себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет ли какие-то вопросы остальных, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!